И сейчас будет ещё больше кослований. Я напоминаю, что сейчас мы разыграем множество призов. Поэтому, если вы хотите участвовать в разыгрыше, пожалуйста. Я не знаю, что он сделал с ней, что Пиджейс не сделал. Но, похоже, так ощущение, что её разворочило от какой-то маленькой мини-бомбы. Кстати, сейчас меня сменит другой комментатор. Я пойду хотя бы поем, что ли. И потом попозже вернусь. Возможно, я вернусь либо на одну из кослований, либо вернусь во время шантая. Субтитры делал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры делал DimaTorzok. Спасибо большое, Вуллажин. И мы получим эти донации. У нас 50 долларов из Шугарта, я смотрю AGDQ и SGDQ уже несколько лет. Я люблю работа, что вы делаете. Сейчас меня смеет другого комментатора, Чичубак. Смешайте животных. И он в последний субтитры делал DimaTorzok. Чуть попозже я вернусь. И мы продолжим. Мы до сих пор продолжаем наш Summer Games'ный открыт. Один из самых больших локторических марафонов в мире, у которых впервые появились русская трансляция и сочинение ретрансляция. Я надеюсь, что вы любите субтитры, потому что это было... Это было действительно что-то очень специальное. И причина. Держите хорошего работы. У нас 100 долларов из Valancourt. Держите хорошего работы. И это все. Итак, Чичубак нам присоединяется. К сожалению, очень плохо слышно. Может так лучше? Сейчас я сделаю просто тебя погромче, и все будет нам лучше. И так, можешь ли ты что-нибудь сказать? Раз, два, три. Это очень громко сейчас. Ну, точнее, я сейчас сделаю потише, и все будет нормально. И все. Раз, два, три. Да, отлично. Итак, сейчас начинаю с Castlevania Ореа в Сороу, где персонажа Джулиуса будут проходить абсолютно всех боссов на самом сложном уровне сложности. Но с этого момента, я думаю, я оставляю вас на Чичубака, которому расскажут о тех вещах, что вы представляете в игре. Расскажут? Что расскажут? Секунду. Куда? Куда же ты? Подожди. Ладно, я думаю, простого перевода этих ребят хватит. Они все время говорят какие-то интересные штуки. Да, и плюс, я думаю, ты сможешь рассказать немножко об игре, потому что вообще серия Castlevania огромная, и выходила, по-моему, на всех возможных консолях. Да. Ну, ладно, что ж, приступим. Ребята уже начали играть. Так, секунду. Ну, секунду. Стоит, что это, как и все остальные штуки, это, как и все остальные штуки. Так, секунду. Стоит, что это. Так, секунду. Это очень короткий ран, и это очень трудно, и идущий не верит, что он сможет сделать это так быстро. Основной способ передвижения — это пинок, он самый быстрый. Это намного быстрее, он прожимает кнопку в ша дважды, и движется намного быстрее, чем... В общем, он получает больше буст скорости, чем при обычном прыжке. Персонаж очень сильный и проходит почти сквозь все объекты с помощью рывка. Сейчас мне нужна ссылка на русский рестрим, на чат, секунду. Все, все хорошо. Задела голова медузы его, коньку задевает, отвлекается. Пройти через эту воду было, на самом деле, не так просто. Нужно было зажимать очень много кнопок одновременно, ну, как и все время. Разница между сложным уровнем, ну, между хардом и изи в том, что в основном только в уроне, больше ни в чем. Поэтому для профессионала, как Dragon Bersado, это просто ничто. Еще один бонус. Копилку. Шуткуют, что для такого старого персонажа он бегает слишком быстро. Да, действительно. Каждый раз, поднимая сферу, он получает статы. Вроде. Сообщество есть, и стрим будет продолжаться еще до августа, можно так сказать. По-моему, в чате подключен бот, и можно задать ему вопросы. Там вся информация. Но организатор отошел подкрепляться едой. Ему нужно собирать сферы. На харде нужно собирать все сферы, иначе финального босса просто не убить. Так говорят ребята. О, он смог сделать этот баг. А что он сделал здесь? Если нажать правильную комбинацию клавиш во время прыжка через сферу, можно подняться выше. О, он пропустил два уровня. Если это не получается сделать, то приходится использовать совершенно другую тактику, и будет уже не так быстро. А вот и босс. Два удара потребовалось на босса. Между тем ребята собрали уже, я думаю, довольно солидную сумму, 310 тысяч. Кто-то порадует из-за врачей без границ. Не ту кнопку. Зачитывают пожертвования. Говорят, что... Говорят, что комната невозможна. Почти невозможна. Следующий босс. Мы уже близко к нему. А точнее уже рядом. Босс довольно вяленький, как говорят ведущие. Нахваливают Castlevania и пожертвовали 10 долларов. Ну, хотя, не знаю. Думаете, не соберут лям? Да соберут. Определенно должны. Эта часть ужасна. Это сделать очень тяжело. Еще один босс с тем временем. Скоро будет у нас. Говорят, что он быстрейший и, возможно, у нее заняло это всего каких-то 11 лет. Оу, не зацепил. Никогда такого раньше не случалось. Такое всегда бывает. Скоро подтянется ночь, будет жертвовать по 30 тысяч долларов каждый день, чтобы его еще замечали. В конце стрима обычно происходит большее пожертвование. Ну, в конце всего события в целом. Пять дней назад. Комната после комнаты. Если эти ведьмы ударят вас во время того, как вы заходите в дверь. Он узнал, нашел этот баг буквально недавно, игра 11 лет. Преиграбельная игра. Там в начале мы зашли в варп комнату, если кто забыл. Посейдон напинал тем временем немножечко нашему герою. Пожертвования продолжают течь рекой. Говорят, что пожертвование говорит, что животные нереальные и можно вполне их убивать. Ну, это не имеет большого отношения к самому спидрану. Внутри всей этой кучи трупов находится клетка. Оу, этого никогда не встречалось, босса убили очень быстро. Проблема с предыдущим боссом в том, что если клетка, если убить его наверху, то клетку придется поднимать еще пять лишних секунд. Что для спидранера может казаться смертельным, смертельной ошибкой. Говорят, что это худшая комната в игре, хотя все остальные, судя по всему, были такими же худшими. Немножко медленно, но все в порядке. Я бы лучше не смог. Да уж, вряд ли кто бы смог. Нахваливают игру, умоляют убивать больше пиксельных спрайтов. Блор. Имя мышки Балор. Может быть я не прав, я не очень знаком с Рик... О господи. Великаны. Никаких интересных тактик, пока про этого босса не рассказывают. Или... А, нет. Впервые видим такое напинование. Если прыгнуть на нужный спрайт, в нужный момент, можно просто закликать его одним ударом. Что и сделал Дрэгон. Дрэгон Дарч. Я не знаю. Наверное, так его читается. Да, тем временем игра уже быстро подходит к концу. На то это и спидраны. Да. 唉. Сomo, я не могу объяснить на все. У меня, я не пытаюсь титать, но ты должен чтобы юлиусилга был. Вы знаете, что многие люди просто сделали. Мы дали 1266 в юлиус и 823 в сома. Вы сделали правильный выбор. Вы сделали правильный выбор. Требуют убить еще одного босса, поверить тяжело. Шутят, что возможно даже этот раунд не будет закончен. Это один из тяжелейших боев. Ведущий говорит, что умирал здесь газелион раз. Посмотрим, сколько раз умрет Драгон. Ни одного. Ведущий говорит, что это было прекрасно, но он на самом деле нет. Он так не думает. На этом моменте ведущие умирали газелион раз. Какого черта? Выгля... Финальный босс остался только у нас. Ну, говорят, что Смертсерон тяжелейший босс в этой игры. Всего три фазы. Бегать туда-сюда это намного труднее, чем дальше. Чем это выглядит на самом деле. Нет? Окей. Ну, я не помню, что это было очень много. Но я думал, что может быть, он уехал. Говорят, что на харде победить его проще. Странно. Как он мило пытается схватить его ладошкой. Иди сюда. Драгон, 15-42, господа. 15-42. А, нет, 46. То есть, конечные санктуры считаются. Вау, этот человек. Я буду ждать здесь. Он у него довольно хорошие страты, по-моему. Да, эти страты. Я не могу. Хорошо, время, по-моему. О, ты можешь сделать это. Да, здесь мы. И так, к сожалению, только сейчас на стриме у нас Драгон Дадж закончил спидран. И для того, чтобы больше не было оставания, мы немножко перезапустим стрим. Что, со стримом-то меня хоть было слышно? Да, 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 конечно, с тебя было. Я не зря тут, блин, в экранах гуплял. Ну, хорошо. Не знаю, я... Тут я в твоих заметках не разобрался. Пришлось просто этих ребят. Они сами все рассказали. Да. Ну, там вроде комментатор как раз сидел, он все рассказывал, да? Ну, в основном все как обычно, да. Вот вы думаете, это просто, а это тяжело. Это не произошло раньше! Посередине сидит, кстати, Ромскаут, работник Твича, и бывший, ну, как бы не бывший, спидранит, когда может, а сейчас он там где-то в верхах Твича тусуется. Я думаю, в верхах Твича тусуются Азиаты, вроде Амаза и Трампа. Да не, на самом деле там тусуется Амазон, потому что он уже купил Тинксвич. А, ну да. Все думали, что Гугл купил сначала, и его очень долго обрызжали, да. Ну что, что там у нас следующее, блин? Да, слава, не я. Еще одна, да? Да. А, там скоро Hotline Miami будет. А, нет, сначала будет Ori and Blind Forest. Ах, Hotline Miami, это да. Вот в этом, поскольку Hotline Miami вся стоит из поп-отсылок, я думаю, в этом я смогу и без комментаторов рассказать им. Итак, пока есть, скажем так, перерыв, я попробую перезапустить абсолютно все, поэтому мы прервемся буквально на пару секунд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...